Новая жертва коммунальной трагедии обнаружена при разборе завалов в сгоревшем доме на улице Большой Покровской. Этот дом, как мы сообщали, сгорел 23 декабря. Еще в середине октября в этом доме отключили отопление из-за выявленных нарушений. Жители жаловались, но мер никаких не предпринималось. И газоснабжение, и отопление этого дома не восстанавливалось. Дому более 100 лет. Он еще в 2014 году был признан аварийным, но его все не расселяли. А теперь вот еще и отопление выключили. И в 30-ти градусный мороз люди включали электрические приборы отопления на полную мощь. Ветхая проводка в конце концов не выдержала, и начался пожар. Большинство людей успели эвакуироваться, сбежали. Тело 87-летнего Виктора Яковлева было найдено почти сразу, он уйти не успел. Его 85-летняя соседка Алиса Шарутина числилась поначалу пропавшей без вести. Ее тело было найдено лишь сегодня. «Солнце, я знаю, у меня болезнь, вот. Чем-чем можно помочь. Вот, вот. Здесь вот, где сейчас все сломано, здесь была у нас лестница на второй этаж. Вот у меня мама с супругой успели сбежать со второго этажа. Да, соседку сейчас пожарные сказали, нашли на втором этаже, она до сих пор там находится». «Да, она на втором этаже лежит». «На втором этаже?» «Да, сейчас ее должны будут эвакуировать со второго этажа. Ну, вообще, скажем так, места живого там нету. Женщина находится в проеме, и на нее рухнула крыша. То есть мы ее извлекли из этой глины, из этих остатков крыши. И сейчас осталось только спустить. Мне соседка позвонила, говорит, иди, беги, бегом домой, у нас пожары. Я сюда прибежала, но огня открытого не было еще. Валил вот из этого окна, вот выбитый, который, валил густой черный дым. И они туда лили. Они потом перестали тушить, потому что дом был под напряжением. Напряжение у дома не отключили, пожарные тушить не могли под напряжением, когда дом. «Мы просто, когда приехали, здесь его сверкало, в общем-то дело. И, соответственно, здесь просто было с опаской, в общем-то дело». «Команда не было свыше, чтобы отключить дом от электроэнергии. Сейчас он горел под электричным». Они ждали указаний. Указаний почему-то не было. Почему не было указаний сверху, чтобы отключить весь квартал от света. Чтобы можно было провода от дома оторвать, потом квартал включить, а дом тушить. Там не было еще, я пришла, там не было огня. Там еще пожарники на первом этаже стояли. Тут какой-то инструмент, кажется, лежал. Я еще ему говорила, там женщина, говорю, наверху, на втором этаже. Она, понимаете, она из дома вообще не выходила. У нее ноги были больные. «Администрацию не один раз вызывали, чтобы провод поменяли. Воздуховод, который должен чиститься, каждый год обслуживаться, он не обслуживался. Не обслуживался, заявление есть. Два раза писали. Так разрешения никакого не было решения. Они так проигнорировали. Мы с родителями сюда заехали в 1974 году. Маневренный фонд. Вот с 1974 года мы жили здесь, в маневренный фонде. Нам обещали в 2018 году расселение, потом в 2020, в 2019, в 2020 году. Кстати, в 2021 году для расселения жителей этого дома были закуплены только две квартиры. В 22-м должны были закупить еще три. Одна жительница судится с мэрией, добиваясь выплаты компенсации за свою квартиру, сопоставимую с рыночной стоимостью этих квадратных метров в самом центре Нижнего Новгорода. Сейчас жители этого сгоревшего дома переселены в маневренный фонд. Как сообщается, временно переселены.